Всем привет! Сегодня мы сделаем небольшой экскурс в рывочек. Ну, любой рывок у нас начинается с разминки любого, в принципе, упражнения. Поэтому с самого начала мы что делаем? Мы разогреваемся. Правильно? Именно! Палочкой делаем мутацию вверху. Пропущиваем назад. Мы должны хорошо размять плечи. Остануты лёбки. А что потом самое важное? Указь в силу. Легковый ухват определяется. Берёшь палочку и образовываешь угол. Одна рука прямая, другая вверх. Вот должен образоваться угол 90 градусов. Да? Да. Вот теперь ты управляешь. Вот это и есть твой плат. Вот это мой? Перекладываешь. А рука это где? Вот получается возле дельта? Вот максимально высокая. Вот сколько ты можешь подтянуть. И вторая вот получается. Прямая, да? Да, ты хватаешь здесь. И вот это тоже есть твоя руководка. Так, чего у нас начинается рывок? Протяжка. Со старой. Со старой. Да, поставим ноги на ширине плеч. То есть это где-то расстояние, расстояние где-то одна полтора стопы. Да? Да. Есть. Развели колено сочек. Да. Сочкой где-нибудь где-то она сразу подходит и дал какую-то правду. То есть автоматически, когда мы садимся, в этом же направлении у нас идут колени. То есть колени идут не сюда, а колени идут в суть. Поэтому, если вы чувствуете, что еще можно развернуть, лучше еще развернуть. Аккуратно. Да. То есть для того, чтобы вот ты, получается, колени держишь вперед. Разведи. Сядь. 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 Сядь сюда. Колени в сторону. Еще в сторону. Сядь. Сядь. Да. Только ты сейчас обещаю пятую. Ага. Вторую. Это спина. То есть мы приняли стартовое положение. Взяли. Штанги. Мы должны обтянуть. Сядь. Все. Таз отставить назад. У тебя таз немножко можно прогнуть. Попробуй поясницу прогнуть. И вы видите, это шире. Да. Клечо должно быть. Клечо должно быть. Таз чуть поднять. Ну, допустим, за счет вот этих вот движений вперед-назад, он найдет свой центр колеса. Но штанга должна быть накрыта. С чего начинается у нас стартовое положение? Это с расстановки ног. Ноги должны стоять на ширине плеч. В зависимости тоже, в принципе, кому удобно. Стопы нужно развести в сторону. Для того, чтобы колени потом автоматически повели, смотрели тоже в сторону. Принимаем стартовое положение. Для этого мы берем рывковый хват. Как определить рывковый хват я покажу немножко позже. Принимаем стартовое положение. Разводим колени. Очень важно, чтобы колени были разведены. Смотрели по направлению стопа. Таз отводим назад. Прогибаем спину. Натягиваем и обтягиваемся. И очень важно при начале, чтобы плечо накрывало гриб. Если посмотреть с проекции сбоку, то плечо накрывает гриб. Таким оно сохраняется до момента подрыва. Начинаем тягу. Тягу начинаем также. Колени у нас в сторону. Доходим до начала подрыва. С этого положения, это очень важное положение. Можно сказать, в тяге самое сильное. С него мы начинаем делать подрыв. Дошли сюда. Мы накрываем. Накрываем гриб. Колени в сторону. Таз назад. Доходим на место подрыва и отсюда тянемся. Можно даже выходить на носок. Это положение максимально отработать прыжки. Когда мы собираемся прыгать, мы становимся в положение, максимально приближенное к тому, которое мы используем в подрыве. Столпы развели, колени в сторону и прыгаем вокруг. Также мы и со штангой только руки расслаблены. И стараемся штангу тянуть локтями вверх. То есть упасть себя и вверх. То есть мы не отводим ее по дуге, максимально приближенную к себе. Для отработки непосредственно самого подрыва предлагаю данное следующее упражнение. Что бы я посоветовал для того, чтобы как можно внять не почувствовать подрыв и отработать его в дальнейшем? Можно просто это сделать с крепким весом. Мы становимся в положении, которое я уже рассказывал, с которого максимально мы отталкиваемся вверх. Когда мы довели штангу, накрываем вверх, отводим вперед. И якобы как тянем на себя по амплитуде, выпрыгиваем с нее. То есть получается вот такое движение. А для чего цифра не будет подрыва? Есть заповое положение подрыва. То есть мы ее отводим. Штанга уже имеет скорость. То есть мы как бы начинаем не с нуля. Штанга уже есть. То есть нам не нужно полностью опускаться и разгонять ее. То есть мы ее чувствуем отсюда. Мы ее отводим от себя на актуальность. Максимально тянемся ее. Отвели. Грифом он будет следующее. То есть опять мы пришли сюда. Отвели. Вот так. Сейчас, нахарайку перепланируйте. Давай тоже место. За счет этой амплитуды мы просто даем то, что мы не начинаем с этого положения. Как она у нас не является у нас стартером. То есть не начинаем отсюда ее тянуть. Она уже, штанга имеет какой-то разгон определенный. Мы просто по амплитуде. Да. То есть мы ее по инерции по амплитуде максимально отвели от себя. И она за счет того, что руки свободные. Мы ее тянем на себя. Тем самым мы ее подбиваем. И выходим вниз. При этом очень важно, смотри. Очень важно тянуть к рюшу. Слышь. Делаешь хорошо. Убертуловича, да? Смотри. Да. То есть мы тянемся вверх. Мы подбили ее. И представьте, как будто мы локтями должны показать ее направление. То есть мы тянем ее вверх. Не вот так вот. Да я понял. Вот локтями. За счет локтей. Ага. Да. А как ты, смотри. И как ты ее получается подбиваешь? Ты ее подбиваешь. Ты ее тянешь. Ага. Потом пытаешься ее догнать. А ты ее пытаешься догнать. Да. Она должна прийти сама к тебе. Ага. То есть не спеши. Максимально долго оставайся на стопе. На полной стопе. В тяге нужно максимально долго оставаться на стопе. Чтобы не получилось другое место на носок. То есть получается самая главная ошибка у всех, кто в принципе начинает там или пробует. То что они пытаются в тяге. Они считают, что подрыв это за счет того, что они догоняют штангу. И они начинают за ними лезть. Из этого получается, что они ноги полностью отключают. То есть всю ту силу ног, которая могла бы подорвать, допустим, гриф. Да, передать энергию штанге. Они, получается, выключают защитный стоп. Ты с носков сможешь толкнуться сильно? Да. Только с полной стопой. Поэтому максимально ты пришел в старт. И тебе нужно максимально долго затерпить, чтобы оставаться на полной стопе. И отсюда уже как-то толкнуться вверх. То есть именно с полной стопой. Вот прими такое положение. Вот, смотри. Как бы в карманы. Вот я закинул в карман. И попробуй отсюда. Смотри. Прыгнуть с ней вверх. Да. Да. То есть почувствуй. Вот смотри. Ты встал. Она даже поднимется. Вот я тут. А, я расслаблю. Да? Да, расслаблю. И получается прыгай вверх. О, как интересно. Хорошо. А теперь, опять же, вот это положение. Вот. Звони. За счет чего получается подрыв? За счет того, что, когда мы тянем в тяге, у нас образовывается угол между ногами и туловищем. Вот. Да. И подрыв образовывается за счет того, что не того, что мы с ногами погоняем, а за счет того, что разгибаются. Одновременно разгибаются и ноги, и туловище. То есть мы вот введем и вот оно разгибается. Из этого как раз этот момент. Вот почему мы говорим, что очень важно, когда нарывковый хват. Почему? Потому что именно центром разгиба является пах. То есть когда штанга приходит сюда, в этот момент получается туловище разгибается, и она как бы передает автоматически энергию вверх. Для тех, кому тяжело изначально прочувствовать, как тянуть вверх, нужно просто поднять вот такую вот протяжку. То есть вот из паха получается, тянешь ее вверх, в подворотку. При этом максимально локти дотянули сюда, и потом ты провернул вверх ее. Для этого мы сводим лопатки и тянем плечи вверх. Получается образовывается монолит. Попробуем? Свою тренировку не брезгую, я начинаю с 30 кг. В принципе, иногда даже и заканчиваю на этом весе. Могу показать, сейчас я покажу в ускоренном режиме все фазы воедино. Стартовая тяга, уход и фиксация. Обращаю внимание на постановку ног. Стопку мы разводим в стороны, колени в стороны. Таз отводим назад и плечами накрываем штангу. Пошли. Делю под бицепер. Задская серия. Дélчатка. А теперь, ребят, вы можете не подпевать, расслабься, потом себя рукаем. Воу, воу, еще расслабься. На свободу, погуляй. Теперь еще раз я пробью, прыгай вверх. Прыгай вверх. Открыло? Да, да. А теперь, встань, свободу. О, да, да. О, да, да. Да. Взади. Взади. Сейчас все прощелкает. Держи, держи, держи. Еще призна. Вот это. Взади. Уоу! Ха-ха-ха-ха. Нет, теперь саденем. Быстрее, да, правда? Да. Чуть лучше, хотя бы чуть-чуть. Давай, давай, еще раз. Воу, воу. Воу. Так, выжил. Высил. Нажимаем. Я встану. Принимаем ставку. Теперь медленно, 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 медленно. Есть. Теперь саденем. Все то же самое, не задумывайся, все то же самое, медленно, просто подправил. Может быть. Субтитры сделал DimaTorzok